Одной из ведущих причин появления спазма в области спины, поясницы и ногах с последующим развитием болевой компоненты, на наш взгляд, является непорядок в таких важнейших отделах нашего организма, в такой важнейшей системе нашего организма, как желудочно-кишечный тракт, в первую очередь тонкого и толстого кишечника. Зачастую это происходит в результате длительных гастрономических и физических нагрузок. Как правило, такие вещи происходят во время долго текущих праздников, с выездом на природу, с выездом на дачу, с выездом на собственные участки, когда остывший, нетренированный за длительное время зимнего периода организм начинает резко вступать в другую фазу своего функционирования. Поэтому, обращаю ваше внимание, что для предупреждения спазмов с последующим развитием боли в области спины, поясницы и ногах, мы вам предлагаем несколько очень простых и доступных рецептов, как гастрономического, так и акупрессурного, то есть физического воздействия на свои собственные биологически активные точки. Итак, гастрономические рецепты. За тройку, двойку дней до длительных гастрономических застолий мы предлагаем вам три простых рецепта. Первый из них очень банальный весенний суп, который состоит из простокваши, помидор и сухой или свежей мяты. Готовится он очень просто. На 0,5 литра простокваши вы берете 1-2 свежих помидора, вы берете 30 грамм натертого сухого сыра, вы берете 30 грамм сухого порошка мяты или шинкованной мелко крупной веточки свежей мяты. Все это смешиваете между собой, охлаждаете в течение 10-15 минут и употребляете как обычный суп в размере 0,5 количество простокваши, как я уже говорил. Следующий рецепт очень простой и очень доступный, который помогает стабилизировать состояние ферментов со стороны желудка и со стороны поджелудочной железы. Это так называемый сельдерейно-яблочно-морковный салат. Делается он очень просто. Вы берете 100 грамм черешкового сельдерея, 100 грамм свежей моркови, 100 грамм свежих яблок, натираете, смешиваете между собой, заправку делаете по своим вкусовым стереотипам и принимаете как обычный салат. Такой салат очень хорошо предупреждает развитие болей и развитие спазмов в области толстого и тонкого кишечника. Таким образом не будет вызываться боли в шейном отделе, в грудном отделе, в поясничном отделе позвоночника. И третий, негастрономический, немножко оптичный салат, немножко оптичный рецепт, который мы вам настоятельно рекомендуем. Возьмите 5-8 капель, нашатырно-анисовых оптичных капель, разведите их в 0,2-0,4 литра теплой кипяченой воды, выпейте и тут же запейте 300-400 миллилитрами теплой воды. Применение нашатырно-анисовых капель вызывает очень хорошее ветрогонное моторно-двигательное движение кишечника, предупреждает развитие метеоризмов, предупреждает развитие запора. Таким образом, мы опять же помогаем нашим собственным кишечникам в целях предупреждения развития спазмов с последующим развитием болевой компоненты. То, что касается воздействия на биологически активные точки и на биологически активные зоны, эти зоны находятся в буквальном смысле у вас под руками. Целую систему таких практических советов, таких практических рецептов мы с вами разберем на ближайшем онлайн интенсиве под названием «Скорая помощь при болях в спине, пояснице и ногах». Милости просим и будьте здоровы! Берегите себя!